я вам покажу как делать самого начала целиком вещь она простая но это действительно реально носибельная штука вот этот фасончик отработан я не знаю я огромное количество у них сделал потому что заказчикам очень нравится вот в этом году я решила уже просто остановиться и выдаю вам полностью вот все секреты производства занимайтесь может быть уже по крайней мере вы свои гардеробы этим пополните сейчас летний сезон и это удобно не только на пляж такую штучку с собой взять но в принципе может быть поверх топика на бретельках спагетти носить это очень красиво можно же сделать совершенно в любых цветах вот поэтому мы переходим уже сейчас к мастер-классу это вот история появления этой туники первая туника была я ее делала для своей дочери как раз таки как пляжные варианты вот тут видно девочка лежит богдана моя но она была тогда 42 размера но моя приятельница которая была 54 размера наверху фотография тоже стоит дама 54 размера она увидела и просто вот заохало залепетала что она хочет это померить примерила мы даже сделали фотографию вот то есть получилось что вещь совершенно универсальная от ну буквально там на на всю размерную линейку хорошо подходит и вот разные варианты тут далеко не фотографии не всех этих вещей и клиенты заказчики всегда однозначно довольны всегда очень хорошие отзывы на эту тему что для меня вот допустим это очень важно как люди потом эти вещи носят то есть это не на один сезон и это очень комфортно вот свое время я проводила мастер-классы по этим туникам но тут понятно они выглядят не так эстетично потому что только вот-вот они свалены еще влажные на уроке но зато почему я взяла эти фотографии тут видно что можно делать не только верхнюю кокетку и окантовочку допустим на рукавах можно боковые швы войлоком скреплять можно внизу делать окантовку то есть тут вариантов может быть дальше экспериментов очень много самое главное я вот вам сейчас буду показывать именно как уже эту тунику делать саму итак мы с вами сейчас вот я загружу именно фильм я немножко извиняюсь если не так быстро это все разберусь как запускать но надеюсь что разберусь вот мастер-класс продолжительностью получится где-то наверное в районе 20 минут вот я буду параллельно рассказывать что к чему вот ну как всегда мы так как всегда мы начинаем с инструментов и материалов немножечко на такой ускоренный режим поставлю что у меня на рабочем столе у меня тут канадская версия пленки армированные немного рельефные да вот видеть по диагональным всем этих поверхностям я считаю что совершенно запросто очень хорошо валять на даже тонкие вещи на пупырчатой пленке вот ничего страшного не происходит даже с тонким войлоком если вы берете пупырчатую пленку тоненькую знаете бывают такие пузырьки крепкие крепкие которые не продавишь а бывают те которые легко пальцем провинаются вот те которые не продавишь если на них надавил и она все-таки лопнул этот пузырючек он вам войлок поцарапает если тонкая все нормально пульверизаторы могут быть разные леечки все массажеры я вот люблю для тонкого войлока вот такой массажерчик деревянный не пластмассовый ничего он у меня уже обкатанный такой самый простой за копейки с китайского рынка ничего в нем такого хитрого нету вот могут быть самые самые разные перчатки перчатки важны знаете не только ради маникюра вот они важны при раскладке 1 и при уваливании 2 хотя я вот по привычке все равно больше работаю голыми руками мыло я традиционно работаю с мылом марсельским оливковым и есть здесь у нас то что я беру для флисов и для более грубой шерсти это вот такое итальянское мыло это может быть моим вот североамериканским коллегам или европейским пригодится как совет вот это вот мыло желтое и белое еще бывает линда очень хорошее а в россии есть мыло фабрики невская косметика она прекрасная мыло хозяйственная беленькая острые ножницы сетку я использую москитную вот эту прям привезла из москвы и здесь ее бельбу как зеницу око хорошо ее разочек простирать в стиральной машинке на 60 градусах на температуре тогда она не будет ни руки вам царапать ни шерсть к себе цеплять даже самую тонкую и лучше всего это старенькие махровые натуральные хлопковые полотенца хотя можно и микрофибровые тоже использовать но когда льется вода шлифмашинку у меня макита только из-за того что здесь выбор машинок не очень большой а макита тише других работает так могут быть разные вот тут вам для работы еще хорошо бы понадобилась мисочка 15 16 сантиметров в диаметре вот если она она может быть стеклянная прозрачная или просто какая-то глиняная потому что я покажу в процессе работы циркуль надо будет обвести краешек циркуль будет немного мешать это вот собственно то что касается инструментов материалы материалы я для работы беру просто шелковый палантин тут он шириной у меня наверно сантиметров 80 длиной 180 ну вот знаете это стандартные шелковые палантин это панжа четверочка пятерочка можно взять вот такой вот палантин вы все знаете и в россии много это у меня еще тоже московские запасы можно такой взять палантин шелковый вот для декора тоже это вот шелковый палантин такой жатый разглажен вот когда он разглажен это прекрасный шелк панжи вот всякие обрезочки кусочки шелковые коконы если у вас есть окрашенные шелковые коконы можно взять кусочки окрашенного флиса цветные это цветные танцелевые непсы могут быть шерстяные шелковые ниточки тоже разные прокраски шелк малберри шелк тассах может быть кусочки шелкового лэпса все что есть то есть полный набор я смотрю мне так смешно смотреть это видео потому что оно сначала было озвучено и я там в такт жестикулирую да сейчас говорю совсем другое вот шерсть тут я буду работать 16 микронной шерстью итальянской фабрика дейджи выдала нам прекрасные оттенки 16 микронной шерсти плюс еще очень красивые вот в коллекции темпера очень красивые по цветовому подбору оттенки 18 микронного мельноса то есть вот собралось что-то в одной гамме есть какая-то какие-то декоративные моменты для акцентов вот такой набор вот тут я немножечко сейчас секунду скорость показываю меньше вот мы берем ровно посередине нашего палантина вот как бы в длину и в ширину мы проводим линии я кстати больше люблю отчерчивать их немелом кусочком мыльца таким небольшим вот проводим ставим крест точкой самый центр палантина да то есть линии перпендикулярные нам вот это перекрестие особенно важно потому что на нем мы обозначим для себя горловину этого изделия тут все несложно мы делаем как бы войлочную такую кокеточку да вот только только обрамление воротника плечи там до выход вперед вот то есть у меня стеклянная мисочка мне так удобно я ее ставлю не на самый центр смотрите а вот с одной стороны от этого перекрестия я отступаю на два с половиной три сантиметра то есть это горловина сзади а на горловину спереди вот выходит получается вот такая окружность очень надеюсь что вам понятно то что там я показываю вот то есть у нас вот такая окружность нарисована и нам надо будет ее собственно взять и вырезать ножницами тут хитрости никакой мы сразу обозначили вот там где эта окружность менее глубокая это менее глубокий вырез горловины сзади ну вот я уже вижу что меня спрашивают как раз чтобы шерсть не сборила шелк вот я буду показывать в процессе все эти моменты вот то есть вырезал вырезаете вот эту окружность горловины я специально не хочу сильно ускорять тут показ чтобы вы могли все нюансы разглядеть вырезали разравниваете имеет смысл ну вот если перед собой да вот так вот переместить чуть-чуть лишнее мыло убрала там кусочки где что просыпалась вот и сбрызгиваем водой ну шелк тонкий поэтому намокает конечно весь но вода в данной ситуации нужна для того чтобы шерсть разровнять немного и чтобы шелк разровнять не шерсть разровнять вот так вот да чтобы ничто никуда вот не уезжало все-таки материал очень легкий и нежный и чтобы потом когда вы раскладываете шерсть чтобы у вас ничего никуда не улетало и вот вы по центру вперед на ту глубину которая вам нравится но я думаю это в пределах 10 сантиметров я сделала надрезик для того чтобы это был именно вырез горловины и дальше я раскладываю шерсть вот я взяла сначала чуть более темный оттеночек раскладываем мы не очень тонко не в три волосинки как вы видите а такими пасмочками ну существенными потому что этой шерсти предстоит прихватить и шелк снизу и декоративные волокна сверху вот второй ряд я раскладываю шерстью в той же гамме но более светлой вот то есть пока вот мы делаем эту окружность два льдочка шерсти в общем то все просто вы знаете на самом деле настолько элементарный мастер-класс но я хочу вам сказать что информации в нем довольно много и вот перед собой вы выкладываете вот так вот тоже шерстью вот такой вот вокруг горловины до спуск такой спереди удлиняете кокетку а потом вот тут важный момент я поставлю на паузу и смотрите вот сейчас внимательно я оторвала кусочек шерсти всю толщину пасмы и я его растягиваю не высоту по высоте волокон а как бы в ширину я делаю ажурную ленту смотрите внимательно я делаю из этого кусочка пасмы шерстяной ажурную такую как кружевную ленту вот сейчас она пойдет следующий кадр вот вы увидите она вся эта ажурная лента она выложена по краю мы сбрызгиваем это водой на то есть мы таким образом вот от улетания только защитили себя больше никак никакой цели в вода не преследует и выкладываем начинаем декор кусочки шелка у меня это вот просто ленточки полосочки были оборваны там от платка выкладываем до кусочки шелка это могут быть просто там любые лоскутики они могут быть цветные но желательно чтобы это был шелк который не толще шелка основы самого палантина потом чуть-чуть раскладываем непсики чем хороши шелковые или тенсилевые непсы чем они лучше шерстяных они немножко полегче то есть вот для совсем тонких таких летних войлочных вещей хорошо брать материалы легкие именно легкие волокна вот потом вот я беру какие-то кусочки лэпса маленькие тут у вас кстати все остаточки материалов для декорирования они на этой модели прекрасно у вас уйдут в работу там осталось чуть-чуть тут осталось чуть-чуть и вы это все прекрасно можете использовать на то взяли декорировали девушки милые кто недавно подошел можно я не буду повторяться у вас запись будет и вы все это еще раз посмотрите шелк панже да ну а уже дальше все нюансы вы сможете разглядеть когда будете смотреть запись вот это я легкими такими волокнами шелка малбери добавляю совершенно не страшно класть волокна шелка на кусочки шелковой ткани потом когда оно все уваляется все вместе будет очень даже хорошо выглядеть и тут вот интересная вещь как раз когда спрашивали что вот шелк свободный что шерсть не сборит да сохраняются нормальные пропорции вещи то есть это выглядит как потом будет выглядеть полотно тут тут вот эта вся пушистость она будет уваливаться по плотности в толщину она не будет уменьшать вещь в размерах в объеме а будет именно уваливаться по плотности в толщину это важный момент вот это вот опять таки приостановлю поставлю на паузу я раскладываю шерстяные коконы шелковые коконы окрашенные мягкие коконы их очень хорошо вытягивать вот в такую ленту вытягивать специально не очень равномерно чтобы получались по ходу как узелочки такие потому что когда волокна приваляются эти узелочки дадут необычную красивую фактуру а когда это у вас такая шелковая лента вытянутая из кокона ее и раскладывать еще к тому же очень удобно то есть ловко не трудоемко если у вас на руках мало ли вдруг какие-то заусеницы или что то работаете конечно в перчатках вот ну вот всегда все кусочки от коконов их можно вот это коконы другого цвета а все кусочки можно дополнительно куда-то уложить тут все дальше это все мы поливаем водичкой вот так вот можно руками где-то подкорректировать кстати мой совет вам вот раскладку когда в сухую разложили и потом уже финальный этап раскладки даже когда сбрызнули водой фотографируйте для себя на память потом я добавляю для того чтобы завершить это композиционно добавляю шелковые ниточки можно добавить какие-то еще волокна но опять же на такую тунику я бы не стала класть допустим лен и коноплю потому что они тяжеловатые а вот хлопковые волокна опять-таки нам предлагают сейчас их в множестве цветов они легкие они бы сюда тоже могли подойти вот вот разрез вот горловины который вот под петельку застежки под капельку он сейчас тоже закрыт шерстью и тоже закрыт декором дальше вы увидите почему ну вот я через сетку это дело замылила причем вы знаете у меня вот большой я люблю большой кусок мыла он у меня в этой ситуации практически работает как тот же самый утюжок для валяния вот я пока еще не обзавелась утюжком жду посылку но вот хороший вот большой кусок мыла он у меня и придавливает шерсть одновременно вот через сетку я это дело намылила ну так вот чуть-чуть руками проверяю потому что нам еще предстоит этап шлифмашинки вот шлифмашинка необходима в том случае ну если вы просто экономите свое время честно сказать вот сделать такую тунику от силы пара часов то есть если первую может быть вы на нее потратите там полдня то потом вы уже навостритесь набьете руку навык появится и сделать такую тунику это это очень быстро ну у меня их покупают по-прежнему по 250 долларов заказывают я не знаю как бы уровень цен в России вот ну я думаю что их можно продавать за достаточно солидные деньги потому что каждый раз это получается абсолютно уникальная вещь мало того вы еще к тому же вот освоив вот эти вот все навыки декорирования вы запросто так же сможете делать палантины какие-то платья вот есть еще вот как идея вам подкину можно взять какую-то там даже футболку но там уже нужно конечно внутрь проложить блокиратор и даже футболку отделать вот так вот мокрым валянием вот так же отделать и все будет совершенно нормально то есть вот на базе вот этой технологии вы очень много чего сможете поэкспериментировать инга коновалова вы меня спрашиваете про диаметр шерсти это протонину шерсти здесь в основном 16 микрон и там бленд был шерстяной чуть-чуть для отделки это 18 микрон но я бы не советовала больше ну вот шлифмашинкой мы все это прошли закрепили я после работы шлифмашинкой уже ничего особенно не тру руками наоборот я вот убираю количество воды потому что на работу со шлифмашинкой мы вынуждены брать больше воды чем на притирку руками то есть вот сейчас я лишнее убираю потому что дальше в основном уже будет руками диаметр круга первый я говорила 15-16 сантиметров и от него два с половиной льда шерсти получается ну вот с изнанки вот то что я вам говорила с разрезом круг мы разрезик был заложен разрезали и вот так вот притерли вот и притерли краешек да чтобы ничего нигде шерсть не торчало вообще я видела очень удобно как будто из европейских валяльщиков валяльщиц я видела как из вот такой москитной сетки сшита прямо знаете рукавичка на руку для притирания это удобно я вот честно говоря подумала что мне надо себе такую сшить чтобы мелкие детали когда притираешь чтобы не волноваться что шерсть волокна там будут цепляться за руки вот это очень удобно вот то есть вот вы проходите и если уж совсем бережете свое время пройдите сознанки тоже шлифмашинкой вот на экологичность процесса я вас уверяю это плохо не повлияет это очень просто вот на шлифмашинку это у вас займет буквально там пять минут руками вы с этим будете полчаса заниматься да вот то есть если у вас уже есть шлифмашинка поработайте с ней хотя я должна вам сказать что работать со шлифмашинкой лучше начинать когда вы научились шерсть чувствовать руками это я вам вот совершенно ответственно говорю я своим ученикам это и пять лет назад говорила надо научиться чувствовать материал потому что конечно со шлифмашинкой уваливание происходит очень быстро стремительно и и вы в каких-то моментах можете даже вот перетянуть лишнее это ни к чему и не с каждой шерстью шлифмашинка подойдет но на войлоке да вот этап сцепления с волокнами декоративными шлифмашинка хороша вот а дальше уже начинается непосредственно такое уплотнение войлок уваливание тут я не буду ничего кидать я не использую по-прежнему никакие термошоки в общем не очень сильно я потому что люблю контрастные температуры для шерсти вот но вот тут можно потереть и тут вполне достаточно вот рельефа на этой армированной пленочке вполне достаточно для того чтобы вот это дело утереть то есть вот руками вы будете вы будете чувствовать и на ощупь и на звук как у вас этот войлок он уплотняется уплотнится именно в толщину он не столько сокращается в размерах по площади а именно в толщину он становится вообще таким тоненьким тоненьким хрустящим вот как шелковая бумага бывает это происходит как раз таки за счет того что шерсть находится между двумя слоями шелка с одной стороны это шелковая ткань вот внизу на подкладке основа и сверху много декора и шерсть вот эта вот она все переплела весь этот шелк поэтому вещь получится достаточно прочная видите вот изнутри вот она прошла эта шерсть через темный шелк конечно вы видите ну вот вот оно такое рябенькое потому что шерсть была более светлая для контраста я специально подбирала таким образом оттенки чтобы они с одной стороны гармонировали а с другой стороны чтобы вам все было хорошо видно ну вот подтираем краешек да чтобы закрепить вот у нас ровненький краешек вот у нас все практически вот работа как минимум в этом изделии вот она практически готова вот потерли потерли между собой знаете вот все валярчики вам опытные скажут одно и то же вот вам кажется что вы уже сваляли поваляй поваляйте еще несколько минут потому что тут конечно важно чтобы даже те тоненькие прядочки шерстяные которые вот у вас ушли в край вот так чтобы они хорошо сцепились шелком чтобы их нельзя было вот потом так взять так ага как ниточку потянуть там и выпорлась ниточка нет чтобы вот шерсть шелком перепалились основательно то есть это монолит вот ваш войлок он стал продолжением шелка это единая вещь вообще прекрасная вот идея вот тоже самое можно таким образом сделать кокетку юбки а юбку саму шелковую в один слой шелк в три слоя в пять слоев и я вас уверяю что эта технология она еще и еще пять лет и десять лет она не утратит своей актуальности то есть это вот база попробуйте вам понравится делать эти вещи мало того еще один вариант купите какое-нибудь там дешевое копеечное индийское платье раньше они в Москве были по 200 рублей невообразимого совершенно какого-нибудь размера огромного и возьмите его и сверху до пояса вот так вот выложите чуть-чуть шерстью и декоративными волокнами у вас получится платье ваше вот уникальное только ваше оно будет тонкое оно будет не жаркое потому что это все дышащий материал вот эти индийские платья они бывают хлопковые бывают иногда шелковые главное смотрите чтобы вам не попался так называемый артсилк который вот шелк с еще какими-то там добавкой синтетических волокон потому что они могут написать вам что десять процентов добавки а на самом деле окажется шелка десять а добавки девяносто и в этом будет невозможно ходить ну попробуйте возьмите там большую какую-нибудь там мужскую рубашку отрежьте у нее рукава отрежьте большой воротник кокетку сваляли вот так манжеты на рукавах вот у вас ваше уникальное в стиле бохо будет блузка на лето какая-то вот с такими необычными то есть пожалуйста я вам вижу тут уже у кого-то идеи на лето ну вот как бы вот готовая туника вы ее увидели у меня уже на фотографиях вот мой такой любимый манекен выставочная тетя мы не придумали имя дома я ее постоянно наряжаю во что-то новенькое вот ну на самом деле очень удобный манекен но она пласт сайз то есть она российского такого между 54 и 56 размером просто она очень высокая вот но зато хорошо сразу на ней видно как как что сидит то есть вот эта туника да в таком вот виде ее можно так носить вот а можно а вот сейчас чуть-чуть на зуме да в приближении вот смотрите нету сборок от войлока да это ну на войлок наверху все будут проходя мимо удивляться потому что это выглядит диковинной вышивкой очень непонятное такое бока вы можете зашить вы оставляете на рукава именно на пройму как бы саму там ну 20-25 сантиметров с двух сторон вот и все то есть и зашили кусочек и это очень удобно я просто вот шов проложила тоненький шовчик оставила такие шлицы в боках вот можете носить в этом сезоне очень модно на это лето тоненькие вот эти ремешки разные золотистые серебристые разноцветные но чтобы они были в два а то и в три оборота или несколько разных ремешков а вы можете еще войлочный жгутик свалять а можете сплести шнурочек шелковый можете по-разному завязать можете в боковых швах сделать петельки и тогда вы шнурок будете и назад завязывать или наоборот только вперед то есть хорошо это на разные размеры и самое главное это очень просто это просто это стильно это не выглядит китайской дешевкой никак то есть это ваша единственная в своем роде неповторимая вещь что ты вон вот ты кого а и и и и и и и и